Дэнди Сегодня у меня настоящий армейский порядок Все в линеечку, все в струночку Пожалуйста, приставка Дэнди, приставка Сега и приставка Супер Нинтендо Ну и, конечно, выстроились с троем картриджи, о которых и пойдет сегодня наш разговор Сегодня вы, как обычно, познакомитесь с тем, чего еще в глаза не видели и слыхом не слыхивали Как вы видите, у нас появились еще больше коробочек с таинственной надписью Game Boy Ну, в общем, обо всем по порядку Сегодня в нашей программе Конан Варвар наводит порядок в мрачном подземелье А юный Джеки Чан творит то же самое на фоне великолепных водопадов Mortal Kombat 2 еще круче, еще страшнее Охотник за вампирами соперничает с Бэтменом в ловкости А мы широкеры с Марса и знать ничего не хотят о патруле призраков Приглашаем вас в мир новой реальности Мир компьютерных игр Я знаю, что среди игроков на приставках, конечно, больше мальчиков, чем девочек Хотя и девчонки тоже с удовольствием этим занимаются И мое упоминание о армейском порядке, как вы поняли, было не случайным Я всех вас поздравляю с только что прошедшим праздником Днем Защитников Отечества До того момента, когда Арнольд Форценеггер прославился фильмами Терминатор, Терминатор 2 и другими Он попал на наши экраны в виде такого мускулистого мужичка В меховых трусах и в большом шлеме, и с большим топором Вернее, мечом Кажется, у него был меч Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о фильме Конан Варвар И сегодняшний рассказ о картриджах для 8-битной приставки Дэнди Мы начнем с игры Конан Конан, это да, вот он, пожалуйста, вот он тот самый мужик В непонятном костюме, с огромным мечом А на него замахивается какой-то одноглазый циклоп Наверное, это имеет отношение к содержимому этой игры Ну, мне придется нарушить порядок, который я так долго наводил перед началом нашей съемки Но обещаю клятвенно, что как только наша программа закончится Я опять все приведу в полное соответствие с моими представлениями о порядке Ну, поехали Конан, какой ты? Вот какой он Несмотря на зверскую свою фамилию И вовсе не такой страшный Честно говоря, его даже не сразу можно на экране разглядеть Скелеты, и те больше Лишь потом, когда глаза привыкнут к темному фону Вы можете его увидеть Знаком водоболе в меховых штанах И огромным неподъемным мечом Ну, вам, впрочем, этим мечом орудовать будет совсем нетрудно Тем более количество и качество ваших противников известно Это огромные львы, летающие ангелы И скелеты, возникающие с под земли То тут, то там Попробуйте сами поиграть в эту игрушку Но с одной маленькой оговоркой Если вы только недавно начали знакомство И общение с миром игровых приставок Для поднаторевших в этом деле игроков Мы бы эту игрушку не рекомендовали Уж больно она простая Как по графике, так и по самой игре Впрочем, это вам решать в любом случае Конан Варвар Фу Вот так вот Вот такие Конаны Помещаются в маленький пластмассовый коробок С надписью Дэнди Туда помещаются еще и различные другие приключения Как вы прекрасно знаете И следующий мой рассказ О картридже Джеки Чан Джеки Чан сменил на мировом экране Другого кумира каратистов Брюса Ли А об игре Дракон Мы рассказывали только в нашей прошлой программе Правда, это было в формате Супер Нинтента Но меняются времена Меняются формат И теперь Джеки Чан Очаровывает Брюс Ли, к сожалению, погиб Как вы знаете Очаровывает поклонников И единоборств И, конечно, вас Поклонников компьютерных игр Джеки Чан Джеки Чан Действительно самый популярный каратист На сегодняшних мировых экранах Американец китайского происхождения Он снялся в десятках фильмов А вот сейчас удостоился чести Попасть навеки в компьютерную игру Симпатично то, что вы возвращаетесь в детство героя Так, по крайней мере, нам показалось Уж больно милые у него личико И пухлые формы Мальчик-одуванчик, как говорится Но этот мальчик-одуванчик Не дает покоя своим врагам Которые вылезают изо всех дыр Падают с неба И так далее И тому подобное Обратите внимание на графическое исполнение игрушки То, что мы называем 8 бит по самое здрасте Фоны и музыка Несравнимы с предыдущим шедевром Недаром мы в нашей программе Идем от простого к сложному И хотя игру Джеки Чан По большому счету сложной не назовешь Даже в сравнении с Конаном Все равно мы играли в нее С гораздо большим удовольствием Количество 8-битников Как я называю тех, кто обладает приставкой Дэнди Джуниор и Дэнди Классик Конечно, значительно больше По-прежнему Чем тех, у кого дома есть Сега Или Супер Нинтента Но, увы, я не могу больше позволить себе Рассказывать о 8-битных играх И мы переходим на 16-битный формат Как приставка Дэнди Джуниор В мире 8-битных приставок Самая такая маленькая Такая самая простенькая Так и приставка Сега В 16-битном формате Занимает низшую ступень развития Так сложилось исторически Благодаря тому, что появилась приставка Супер Нинтендо Пройдет время и 16-битная Супер Нинтендо Я уверен в этом Станет тоже воспоминаниями о прошлом Но пока на сегодняшний день это действительно самая совершенная игровая система Но о ней чуть позже А сейчас два картриджа для приставки Сега Это игра Mortal Kombat, часть 2 И убийца вампиров В народе более известная как Кастальвания И та, и другая игра имеет огромное количество поклонников И начнем мы Давайте Я вижу ваши глаза Я вижу тех, кто любит Mortal Kombat 1 И говорит Давай, давай, давай про Mortal Kombat Я знаю, что и в Кастальване играют очень многие ребята И тоже взрослые Так что я даже не знаю, что начать Давайте начнем все-таки с Кастальвании Кастальвания Убийца вампиров Потрясающе красивый картридж Производство фирмы Konami 94-й год Герой игры Кастальвания замер в нерешительности Еще бы Ведь в руках у него, как обычно, ничего, кроме вялого кнутика нет А там, в мрачной глубине замка, кишмя кишат вампиры и вампирши У них острые зубы, которые они, ко всему прочему, еще и не чистят Грязные ногти, которые никогда не стригут И полный мрак в душе Тут подумаешь сто раз перед тем, как идти навстречу этим милягам Но игра есть игра Никто нас не заставлял брать в руки джойстик Так что сами виноваты Смело, товарищи, в ногу Вампиры оказались хоть и омерзительными гадами, но вовсе не смертельными врагами Хорошего удара кнутом вполне достаточно, чтобы они сначала задергались, а потом растворились в воздухе Как будто их и не было на свете Кстати, интересный вопрос А есть они вообще-то на свете, вампиры эти? Или это всего лишь навсего сказки для малышей? Вопрос интересный, но игрушка Костылевания дает на него однозначный ответ Да, вампиры есть, их нужно хлестать кнутом до полного уничтожения И тогда наверняка вдруг запляшут облака И вампиры запиликают на скрипках Как поется в старой детской вампирской песенке Ну вы знаете, эта игра по графике, по музыке может соперничать с лучшими супернинтендовскими играми Но если, конечно, не брать стереозвук и не брать такие мелкие нюансы, которые вам, может быть, даже и незаметны были Я-то все-таки разницу вижу И сейчас в руке у меня появляется Mortal Kombat, часть вторая 12 героев по сравнению с 9 героями в прошлой игре И, конечно же, свойственная игре Mortal Kombat Кинематографичность происходящего и совершенно реальность всех героев, которые там друг друга бьют, убивают И делают такие страшные вещи в этой игре, которые им даже не снились в прошлой, в первой части Mortal Kombat Приставка Sega Mortal Kombat, часть вторая Вторая часть смертельной атаки настолько разнообразна, что мы постарались показать вам как можно больше отрывков из разных уровней игры С разными сценами действия и, конечно же, разными героями Так что сидите и смотрите, если сможете усидеть на месте Fight 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 cej 04 Вопед Я прошу прощения у тех, кто уже поймал меня на ошибки Но я вовремя вспомнил что в первой части Mortal Kombat героев было не 9, а 7 Видите В второй части их на 5 человек больше Ну и как вы сами видели игра действительно стала лучше если можно сказать, веселей об игре, где все дерутся и пытаются закончить существование своего соперника. Ну вот, мы закончили разговор о приставке Sega и о картридже для неё, и с большим удовольствием переходим в суперсовершенный мир Super Nintendo. Super Nintendo. Настоящее японское качество. Технология, не имеющая аналогов. Суперэгра, в которой ты, повелитель, будь хозяином новой реальности. Уже сегодня в магазине Дэнди по всей стране совершенно игровая система. Супер Нинтендо. Многие из вас, те, кто живёт в Москве и принимает телеканал ТВ6, наверное, с удовольствием смотрят мультфильм «Мыши-рокеры с Марса». Да, этот мультфильм совсем недавно появился на мировом экране, потом появилась жвачка «Мыки-рокеры», потом появились майки, игрушки, а сейчас, как вы, наверное, догадались, появилась игра. Игра в формате Super Nintendo «Мыши-рокеры с Марса». Они суперкрутые и приехали с Марса. Так написано на картридже сзади на коробке. Мыши-рокеры снова здесь. Их планета была покорена злым пришельцем с такой немецкой фамилией Лимбургер. Вот такой вот Лимбургер, с которым предстоит бороться этим симпатичным мышам. Ну и, конечно, вам, если вы отважитесь вставить джойстик и картридж в приставку Super Nintendo и посмотреть, что же такое мыши-рокеры. Во-первых, как мышь может кататься на мотоцикле, вообще не очень понятно. Особенно, если она прилетела с Марса. Ведь на Марсе невесомость, насколько я понимаю. Или низкая сила тяжести. Там на мотоцикле особо не погоняешь. Посмотрим, как гоняют мыши-рокеры на 16-битных просторах супернинтендовского процессора. Мыши-рокеры с Марса. Ну надо же, чего только не придумают эти программисты, чтобы завлечь наивных детишек поиграть в очередную игру. Но тут и стараться не надо было. Особенно уж больно популярен этот мультфильм среди тамошней детворы. Да и наши уже начинают потихонечку врубаться в очкастых грузунов, бороздящих улицы земного городка на своих марсианских хондах и хорлей. Как вы уже поняли, эта игра хороша своей соревновательностью. То есть, играть в нее можно вдвоем в режиме реального состязания. Стартуя одновременно, вы должны изо всех сил рвать к финишу, не забыв сначала сориентироваться в пространстве. А куда, собственно, ехать-то? Решив этот насущный вопрос, вперед и с песеной. Каждый из игроков может выбрать себе мышь по душе. Но не так, как вы выбираете хомяков на птичьем рынке, а по силе и вооружению. Каждый грызунище-рокерище наделен частью волшебной марсианской силы и обладает каким-нибудь суперсильным оружием. Возможностей уйма, только садись, бей ногой в педаль и крути рукоятки газа. А сейчас перестань упираться папе в спину и не крути ему уши. Это еще не Марс, а ты еще не на мотоцикле. Вот станешь мышью рокеров. Тогда поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра для одного или двух игроков. Производство, крупным буквами написано, фирма Канами, 94-й год. То есть самые-самые, что ни на есть, свежа. Помятую о том, что порядок прежде всего, когда у вас порядок на столе, когда у вас порядок с картриджами, с приставками, у вас просто будет меньше проблем с родителями. Я знаю, что они возникают, эти проблемы. Когда вы разбросаете все по комнате, и приходит мама и говорит, боже мой, что ты тут натворил? Ну-ка, сворачивай всю эту балалайку, и займись чем-нибудь полезным. А когда у вас все чистенько, спокойненько, приходит мама, вы такой сидите, причесанный, в галстучке, тык-тык-тык-тык, и кто вам и слова не скажет? Еще полчаса у вас будет настоящей спокойной игры. Это мой совет. Я знаю, что говорю. Дальше вот что, вот, дальше вот что. Дальше производство фирмы. У-у-у, ребята, это неожиданно для меня поворотно. Фирма JVC. Знакомы эти буквы? JVC. Это фирма, которая всю жизнь занималась производством электроники, телевизоров, магнитофонов, всяких музыкальных центров, а вот сейчас, видно, настолько уже раздобрела и разжирела, что решила уделить внимание детским компьютерным играм. И правильно сделала. Игра эта называется Goal Patrol. Патруль призраков. Вот такая вот штуковина. Давайте посмотрим, сколько здесь. Два игрока могут играть. Огромное количество уровней. Производство, да, конечно, производство 1994 года. Патруль призраков. Так. Аккуратненько. Вставляем. И... Ой. Начинаем. А-а-а-а. Goal Patrol Очень хорошая игра. В принципе, такого авторитетного заявления было бы вполне достаточно Но, как вы сами понимаете, не солидно как это получается Несколько слов все-таки скажем Это очень яркая и остроумная бродилка про двух спасателей Зовут их Зеке и Джули Мальчик и девочка Вооружение – здоровенный пулемет у Зеке и изящный арбалет у Джули Задача друзей В эту игрушку тоже можно играть вдвоем В каждом уровне выполнить определенные задания Вот в первом, в том, который мы попытались пройти Нужно найти 10 бедолаг, попавших в переделку Все они очень хотят выбраться из этого края привидений И потому кричат изо всех сил разные спасательные слова Типа «Помогите! Я здесь! Выручите меня, пожалуйста!» К этим крикам прислушиваются герои и направляются в сторону в облик На дороге совершенно необходимо загасить штук 50 призраков Потому что призрак незагашенный Очень мешает настоящей серьезной работе Он носится кругами, жалит призрачными иглами И вообще стоит над душой Мало-помалу мы поняли, что к чему Теперь посмотрите вы И, может быть, тоже до чего-нибудь додумаетесь Не буду вам мешать Оу! Продолжение следует... 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 Бенди, Бенди, мы все любим Бенди Бенди